Здравствуйте! Я рад вас приветствовать! С вами вновь я, Александр. И сегодня я хочу продолжить обзоры на детские автокресла от компании Joy. И сегодня мы рассмотрим с вами кресло, кто называется Tilt. Это кресло предназначено для детей с рождения до 3 лет. Так что давайте сегодня с вами изучим его более детально. Собственно, вот кресло Joy Tilt. Сегодня я хочу рассказать вам, что оно из себя представляет, как оно крепится, какие здесь ткани. Так что давайте изучать. В первую очередь я хочу показать вам, как им пользоваться для ребенка новорожденного. Потому что оно с рождения и наверняка вы начнете первой очереди пользоваться именно в этом варианте. Вот что здесь есть для ребенка, для новорожденного. Здесь есть мягкий вкладыш. Он идет снизу, где ножки и подголовник, соответственно. Состоит он из отдельных двух частей. Нижняя часть и верхняя часть. Нижняя часть, она нужна для того, чтобы выровнять спинку ребенка. И верхняя, чтобы фиксировать голову ребенка. Нижнюю часть, соответственно, вы используете где-то до 6 месяцев, 6 килограмм. Потом можно ее очень простым способом, всем покажу, демонтировать. Сняли, убрали. Вот. Можно будет оставить пока подголовник. Когда ребенок уже достигнет возраста 9 месяцев и приблизительно 9 килограмм, можно снять и верхний подголовник тоже. Поэтому давайте я сейчас покажу вам, как это кресло устанавливается в автомобиль для новорожденного ребенка, где проводятся ремни. Так, смотрите, что здесь для этого нужно. Для этого нужно нажать эту кнопочку, сдвинуть платформу вниз. Тем самым здесь освобождается отверстие, для того, чтобы вы могли просунуть туда ремень. Ставим кресло вот таким образом. Берем ремень. Полностью его протягиваем. В эти направляющие. Фиксируем там хорошенечко. Застегиваем. После чего поднимаем кресло. Обычное положение. Ремень пропускаем здесь в направляющем. Здесь. И обязательно в конце нужно все это хорошо натянуть. Это очень важный момент, потому что жесткое скрепление, она должна быть обязательно. Вот, собственно, вот так оно крепится для новорожденного ребенка. В принципе, здесь все понятно. Так, теперь давайте посмотрим на него. Кстати, когда вы будете возить ребенка новорожденного, здесь нельзя будет регулировать положение. Здесь всегда будет одно положение лежа. И все. Больше никак. Так. Все. Отстегивается все так же просто. Внимаем ремень. Ставим. И достаем отсюда ремешок. Так. Теперь посмотрим, как оно крепится для ребенка постарше. Опять же, здесь нужно вернуть платформу обратно. Вот. Здесь есть три положения наклона. Вот они обозначены красными точками. Также берем, нажимаем и опускаем. Раз, два, три. Все просто. Так. И теперь посмотрим, как оно крепится для ребенка постарше. Тоже все элементарно. Здесь по краям есть прорези. Берем ремень. Соединяем в один. Так будет просто удобнее. И просовываем в это отверстие. В этом отверстие находим ремешок. Просовываем. Здесь вот видно красный направляющий. Пропускается ремень там. С обратной стороны, с моей стороны, есть вот такой вот фиксатор для ремня. Ремень нужно пропустить обязательно здесь. И, соответственно, натянуть. После чего мы видим, что это кресло намертво крепится к автомобилю. И ничем не уступает системе изофикс. Ну, мне так кажется, что не уступает. В принципе, все надежно. Вот. И теперь вы можете, опять же, спокойно регулировать наклон. Вот. Так оно крепится. Сразу хочу заметить то, насколько это кресло... Все, я вам поверну. Оно вместительное. Кресло реально большое. Хоть оно и с рождения, но это не значит, что оно будет тесно для более старшего ребенка. Здесь места много. И трехлетний ребенок здесь поместится спокойно. Сам лично видел. Реально это так. Вот. Даже в верхней одежде ребенок, в принципе, нормально будет помещаться здесь. Что касается ткани. Ткани здесь, на мой взгляд, это плюш. Достаточно приятная ткань. Летом, я думаю, раздражать ребенка не будет, когда он будет в шортиках, маечке, и будет контактировать непосредственно с креслом. Поэтому проблем здесь точно быть не может. Сразу хочу подчеркнуть, что это кресло европейский сертификат имеет. И ему можно доверять ребенка. Поэтому здесь проблем никаких нет. Здесь все хорошо. И что касается по уходу, да хочу добавить. Ткань вся в кресле. Можно ее спокойно снять. Вот здесь всякие крепежи для этого есть. Можно снять, постирать. Единственное, я посоветовал бы стирать в щадящем режиме, чтобы крестка не села, и у вас не возникла проблема потом ее одеть обратно. Очень важный момент. Учтите это обязательно. Вот. В принципе, что еще хотелось бы добавить из минусов. Хочу сразу вам показать момент. Не то, что это минус. Это вот лично мне такая система не очень нравится. Сейчас я вам покажу, что я имею в виду. Вот. Это система регулировки ремней по высоте. Вы видите здесь три прорези. И чтобы отрегулировать по высоте, вам нужно обязательно снимать ремни вот с этой металлической железочки, скажем так, и переставлять их вверх. Потом обратно одевать. Это не оперативно. Ну, в принципе, это делается один раз. И, в принципе, ничего страшного. Ну, вот. Я видел системы, которые более совершенны. Но придираться к этому креслу не нужно, потому что на сегодняшний день, сейчас у нас ноябрь и 2016 года оно сейчас стоит всего лишь 8500. И за эти деньги это очень неплохое кресло, очень вместительное, с европейским сертификатом, со стандартом по безопасности оно соответствует. Поэтому, учитывая его стоимость, придираться к нему абсолютно не стоит. Вот. Это очень хороший выбор, мне кажется, в средневном сегменте до 10000 рублей. Вот. Поэтому, если вы ищете себе такое кресло для ребенка, я бы посоветовал вам обратить на него внимание. Вот. Но это, в принципе, все, что я хотел бы рассказать об этом кресле. Вот. И в конце хочу поблагодарить магазин Мир Автокресел, который любезно предоставил для обзора мне это кресло. Спасибо большое. И если это видео вам было полезным, интересным, и вы что-то для себя подчеркнули, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а вам, собственно, удачного выбора и всего доброго. Спасибо.